От школы флагман с любовью мы вас ждем. Школьники старательно подписывают каждую коробку с гуманитарной помощью. В них продукты питания, сладости, медикаменты, все для наших бойцов. Ольга стояла у истоков волонтерского движения, которое появилось в учебном учреждении. Все началось с простого предложения собрать гумпомощь для участников спецоперации. Мы поняли, что нужно собирать адресные посылки. Мы стали собирать непосредственно по запросам. И к нам начали, к инициативе нашего класса, нашей школы, начали присоединяться другие корпуса. Школа флагман – это четыре полноценных больших корпуса школы. То есть это, по сути дела, самая большая школа нашего района. И сейчас вот в нашу группу флагман за наших, которую мы назвали благотворительной организацией, присоединится очень много человек. В сборе гумпомощи принимают участие более ста человек. Это дети из разных классов, родители и педагоги. В этот раз был запрос от танкистов, которые базируются в Нарофоминске. Они попросили тактические очки и квадрокоптеры. Возим каждую неделю почти. Повезем в район Сватово, первую танковую армию. Квадрокоптеры там нужны для внутренней разведки, чтобы наши ребята в засаду не попали. Ребята участвуют в доброй акции не впервые и уже понимают, что из вещей нужно бойцам. В этот раз особое внимание уделили предметам первой необходимости. Мы туда положили пену для бритья, бритвы и влажные салфетки. Ну и также скоро будет 9 мая, и поэтому солдатов надо поддерживать. И мы положили туда поздравительные открытки. Было, что и больше тысячи килограмм собирали. То есть приезжали две такие грузопассажирские машины, грузили. Кадеты помогают тоже, пишут письма. Самое главное для добровольцев – обратная связь. Участники спецопераций присылают видеоприветы со словами благодарности. Ну а присоединиться к сбору гумпомощи и передать свою частичку тепла может каждый. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».